здравствуйте уважаемые дамы и господа привет вам из львова здесь поминутно меняется настроение погоды то дождь то солнце но сейчас буквально пятиминутка солнце потом я вижу большую такую грозовую тучу прям поэтому местные жители а именно местные кафешки которых здесь бесконечное множество приспособлены собирают мебель расправляют мебель этого давайте улучшим момент и уделим внимание себе и я вам сегодня расскажу что старости нет сейчас будем разбираться что же такое на самом деле но хочу вспомнить такую вот знаменитую красавицу всех времен и народов катрин денёв и у нее есть свой подход к молодости и она считает что главное для того чтобы хорошо выглядеть в любом возрасте нужно нужна вода сон и любовь так как я в большей степени биохимик давайте все-таки разберемся почему вода и на самом деле старости нет это же однозначно и вы просто дегидратируйте свои клетки то есть вы просто устраиваете засуху в своем теле и этого можно на самом деле не делать очень простая аллегория примерчик такой все хотят чтобы клеточки каждая клеточка была спелая слива то есть тургорная наполнена водой изнутри и никто не хочет превратить себя в чернослив ради этого девицы красавицы пьют по 8 стаканов воды в день я должна сказать что нужно понимать свою личную норму потому что не всем удается с легкостью пить воду более того например если ты живешь за северным полярным кругом и ездишь на вахты где минус 50 я не знаю как там пить честное слово но мои студентки умудряются смотрите это то чем мы заменяем воду но иногда в холодном климате и вот сейчас на прохладненько очень сложно заставить себя просто пить очень спасибо большое и хочется чтобы эта вода была какая-то со смыслом просто кипяток пить тоже не очень хочется но я должна сказать что у нас очень много обезвоживающих приколов знаешь какие приколы которые вот специально настроены на обезвоживание первый прикол это кофе низированные напитки это кофе у меня сегодня уже два кофе было ну да каюсь да боже это же кофейная столица львов в общем подают по 15 миллилитров кофе такой напиток что даже не проглотить обязательно нужно со сливками смешивать или еще что-то ночью на любителя но это действительно очень душисто очень прикольно а почему кофе является обезвоживающим напитком потому что кофеин и ускоряет работу наши в наших почек и почки потеряет больше воды соответственно а почему вот зеленый или черный чай тоже обезвоживающие приколы потому что тот же самый кофеин вчера вечером ночью мы прилетели уже поздно ночью и надо было тоже чем-то согреться а целые сутки мы были в полете и мне захотелось матэ матэ матэин это тоже обезвоживающие ведь потому что содержит не кофеин а матэин это тоже гликозид который ускоряет работу почек и соответственно выводится побольше мочи солнышко боже как я тебя люблю что еще из обезвоживающих напитков все что сладкое как это объяснить когда сахар глюкоза попадает на например ну если сахаром посыпать клубнику то клубника даст сок то есть этот сахар обладая способностью выма не выманивать на себя водичку он фактически делает воду вне клеточной и это надо знать и понимать поэтому зная это знаю что мы будем писать такое видео я заказала фруктовый фруктовый чай здесь разные сухофруктики я не знаю видно не видно но вот вот такие штучки разные и здесь нет никаких кофеин содержащих вещей поэтому если вы хотите не просто пить хотите пить для того чтобы ваши клеточки стали спелыми сливами выбирайте какие-то фруктовые чаи и пейте себе на здоровье дальше так два обезвоживающих на вещи мы сказали что еще очень важно очень важно не залпом пить потому что если вы пьете залпом все девочки которые мальчики пьют залпом они сразу же это дело выносит в унитаз соответственно но смысл я пью и писюю причем я пью чистую воду могу пить чистую воду а выписывая раствор электролитов значит что я делаю вымываю полезные соли из своего организма совсем не дело поэтому если хотите воспользуйте воспользуйтесь моим подходом я рекомендую всюду с собой таскать бутылочку с водой и попивать раз 15 минут если у меня на рабочем столе стоит бутылочка с водой или красивый бокал с водой я попиваю раз 15 минут а 2-3 глотка я померила я прям взяла один глоток выплюнула второй глоток выплюнула и у меня получилось три моих глотка это 70 миллилитров вот примерно вообще идеал очка до 70 миллилитров если вы раз 15-20 минут будете давать себе ваши почки не заметят этого дополнительного объема и не сделают дополнительной мочи соответственно вы не вы перестанете терять электролит это тоже очень очень важно то есть следующий первый вывод нам нужно пить воду второй вывод нам нужно обзаводиться не обезвоживающими удовольствиями ну например вот чай такой да и третий вывод не надо пить залпом нужно дробить сделать так чтобы эта вода была биодоступной что вы еще можете сделать для того чтобы вода была биодоступной вы знаете есть такие люди которые говорят боже ну любая любая еда все первые блюда все компоты это вот тут точно еда и их нельзя засчитывать себе в суточную норму водички я не могу согласиться потому что организм вообще умеет извлекать воду извините даже из собственных какашек путем их обезвоживания если организму нужно взять влагу поэтому вы можете считать допустим первое блюдо или ваш белковый коктейль если вы используете или допустим вы сегодня выпили там какую-то кисломолочку 75 процентов от вот этой жидкой пищи вы можете себе засчитывать питьем в том числе и это тоже будет нормально тогда суточную норму воды легче 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 догнать легче догнать люди говорят по поводу температуры воды я так скажу когда мне жарко я никогда не буду пить горячую воду ну во первых это против моей возможности заниматься терморегуляции когда мне жарко мне хочется холодной воды когда вам жарко наберите полный рот холодной ледяной воды и засеките через какой промежуток времени не не глотайте это вода станет невкусной и горячей теплой температурой вашего тела это происходит очень быстро ну в течение одной минуты так уж точно поэтому когда мне жарко я пью холодную воду и она пока ее держу во рту пока ее блатаю пока она идет по пищеводу достигает желудка она тихонечко становится температурой моего тела и мне легче заниматься терморегуляции холодную воду зимой не просите меня пить я ее не буду пить мне ее не хочется поэтому зимой хочется чего-нибудь такого согревающего вы уже знаете как выбрать напиток который не обезвоживает используйте на полную катушку можно добавить в воду различные имбирь горячительные такие вещи вот кстати говоря мне есть файлик он называется вкусная вода и его кстати говоря можно взять и пользоваться в удовольствие ну хорошо я не знаю уже много я честно говоря много очень говорю о воде и самое большое количество вопросов всегда о воде удивительно самая простая тема но она рождает бешеное количество вопросов помните старости нет есть обезвоживание клеток обезвоживание межклеточного пространства мы теряем до я скажу 25 процентов межклеточного пространства это очень много это порядка пяти литров и таким образом мы ссыхаемся говорят она от старости сохлость вот это вот она не позволяйте себе засохнуть но а по поводу молодость и сон конечно ну особенно женщины мы должны жить большую часть времени в не стрессовом состоянии тогда у нас лучше получается а вообще все по жизни это конечно очень прямая связь с гормональным фоном причем корой надпочечников и яичниками это очень взаимосвязанные вещи поэтому стремитесь ложиться спать сегодня вы сегодня проснулись вот сегодня ложитесь спать просто если постоянно нарушать биоритмы организма то можно когда-нибудь прийти не только к нарушению эстетики но и к серьезным болячкам по здоровью начиная от гипотириоза заканчивая синдромом истощения коры надпочечников любовь тоже интересная штука она запускает совершенно нереальные биохимические процессы вспомните свою последнюю вот любовь который вот вот недавно накануне было выходили по земле не касаясь этой земли стопами то есть что-то несет что-то прям подымает над этой землей и там свои гормоны обе окситоцина немножечко там немножко мелатонина в том числе боже серотонин серотонин большое количество серотонина поэтому я например себя чувствую кстати счастливее когда много солнца это тоже серотонин рождается в моем теле я себя чувствую счастливее любовь дарит это ощущение вне зависимости от того есть солнце или нет солнца поэтому если вы ощущаете плохое настроение слушайте сейчас такой промежуток времени когда вы можете купить билет и куда поехать где есть солнце отправляйтесь потому что это это действительно очень важно есть время работать это си мне осень не весеннее время а есть время отдыхать вот очень важно соблюдать вот эту последовательность просто иногда зарабатываешь себя так что уже и работа не мило а смысл смысл мы должны получать от жизни удовольствие. А так как у нас работа иногда занимает 80 процентов нашей жизни, то нужно получать удовольствие от работы, тогда и жизнь тоже в кайф. Поэтому старости нет, есть нарушение биологических ритмов, суточных биологических ритмов и годовых. Поэтому я очень солидарна с Катрин Денёв, и я очень рада, что такие девчонки, которые вот знаменитые, популярные, тоже говорят о своих таких хитростях и секретиках. И классно, что мы можем биохимически разложить все эти вещи. Почему это важно для меня? Если я своему головному мозгу объяснила, то я точно буду делать. Да, мы такие материалисты, и это потому, что мы с вами заканчивали школу, потом училище, потом университет. Это все заложило определенный алгоритм мышления. Поэтому очень важно, почему YouTube-канал Бахтиной имеет такой вот эффект и резонанс. Ну потому что, когда мозг понял, понятно, что будут руки делать. Ведь несложно сделать себе именно фруктовый чай. Совершенно несложно попросить, дайте мне фруктовый чай, вместо того, чтобы дайте мне там черный или зеленый чай. Они тоже по-своему полезны. Но мы сегодня смотрели на здоровье с точки зрения воды. Надеюсь, была вам полезна. Обязательно подписывайтесь на YouTube-канал и смотрите на YouTube очень много обучающих роликов. То есть это, ну не знаю, наверное, три курса медицинского университета. Если вы не хотите тратить время на обучение в медицинском университете, поступать туда, сдавать экзамены, то просто просмотрите открытые видео, доступные на YouTube-канале, получите обучение в плане собственного здоровья. Потому что я вам серьезно говорю, здесь все есть. Если этого будет мало, присоединяйтесь на обучающие программы, обучающие программы под данным видео, присоединяйтесь в чаты, где происходит общение. В общем, мы готовы создать для вас обучающую среду, чтобы вы всем доказали, старости нет. Я владелец своего биологического возраста и я могу сделать так, чтобы паспортный куда хочет, пусть туда идет, а биологический будет спускаться вниз. До новых встреч!